Русские новости 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 звонками. Но с другой стороны, прекрасно понимаем, что пройти фильтр и идти на поклон к единороссам, русскому националисту, это унизительно. И естественно, я как бы не пошел ни на какой поклон и не стал пытаться даже собирать смешные подписи. 65 подписей нужно было депутатам. Депутат от КПРФ собрал в том числе 44 подписи от Единой России. То есть и 5 этих смешных, скажем так, кандидатов ДПР, КПРФ, Справедливая Россия. То есть получается, они играют в игру заведомо, когда им разрешили поиграть и на том уровне, на котором решили поиграть. Но я хочу сказать, мы провели все-таки акцию, обозначили нашу позицию. Через хотя бы СМИ где-то удалось прорвать блокаду, обозначить, что есть все-таки русские националисты в Калининградской области и через интернет значительно. Люди воспряли духом, что все-таки есть на русской земле русские люди еще, которые издаются, борются, выстраивают что-то. Ну я надеюсь, что в общем-то в целом позиция односмертная и вместе мы победим. Отлично. А можно узнать вот о тех кандидатах, которые вот сейчас выдвинуты. Они не кандидаты одной и той же партии, которая просто зарегистрирована. Ну вот есть какие-то хозяева жизни, которые здесь правят в Калининградской области. Вот это не люди из одного и того же Лукошка. Ну по идее, скажем так, это действительно люди из одного и того же Лукошка, потому что они играют по тем правилам, которые нарисованы ихними хозяевами, которые как бы не на виду. А то, что они его, собственно говоря, формально числятся по единой России, по справедливой России, так сказать, по ЛДПРу. То есть, ну это идет игра, чтобы разделять и засирать в народу мозги. Поэтому, собственно говоря, они знают, что делают они, а мы знаем, что делаем мы. То есть, и в общем-то, когда пытаются, так сказать, в том числе разыграть вторую схему, что вот, голосуй за любого кандидата, только не за кандидата от единой России, от Цуканова. Это тоже идет разводка. То есть, потому что и этот мудак, и эти мудаки, то есть, как говорится. И русский националист никогда не поведется на мудаков. То есть, в принципе, тем не менее, то есть, я понимаю, что, как бы, вот пока мы битву глобально проигрываем, но наши битвы, я считаю, впереди. Самое главное, что мы не сдаемся и будем дальше продолжать. А кто будет губернатором? Что? Кто будет губернатором? Бабуши не ходили. Ну вот это важный вопрос. Для чего выборы, если известно, кто будет губернатором? Дело в том, что на сегодняшний день принципиально, кто бы ни был губернатором в нынешней системе, все равно ничего не изменится, абсолютно. Потому что, собственно говоря, и этот плох, и этот плох, а система еще хуже. То есть, ну, в принципе, как я грубо говорил, что, скажем так, каудо, оно всегда есть каудо. И пока, как говорится, народ вместе не соберется, каудо не уйдет. А, к сожалению, каудо правит и не только, скажем так, Калининградской области, но и по всей России. Куда мы ни глянем, кругом каудо. А выбирать из сортов нам не нужно. Да, выбирать из сортов нам не нужно. Поэтому позиция какая? Мы на эти выборы идем или нет? Да, эти выборы смысла идти нет абсолютно. Но, а в то же время, моя, ну, наша позиция, скажем так, именно националистов, в том числе моя, я полагаю, что использовать легальные площадки для того, чтобы собирать силы, надо. У нас в Пензенской области, ну, конкретно в Пензе, давно уже известный, в общем-то, такой общественный деятель, Фроленков Александр Александрович, он выдвигался на мэрских выборах как народный кандидат и собирался представлять народную кандидатуру на выборах губернатора. А, к сожалению, столкнулся с этим пресловутым муниципальным фильтром. Там вообще не очень красивая история получилась, потому что Фроленков, как человек, который не просто такой активист гражданский, а он национал-патриот, он контактирует с целой массой общественных организаций, он был уверен, что ему обеспечат возможность какая-то из партий выдвинуть свою кандидатуру, потому что он и программу блестящую написал, ну, помимо того, что он вопрос ответственности органов власти перед народом, это понятно, то есть эта тема ему известна, он с ИГП Розов давно сотрудничает. Там было много моментов, которые, ну, в общем-то, не раз озвучивались на митингах, там чаяния народные были собраны, и он был уверен, что какая-то из партий ему окажет поддержку. Партия Дела не смогла оказать поддержку, потому что у них другой регион в приоритете. Они честно сказали, у нас не хватит ресурсов. Ротфронт, пока собирались там долго, тоже, ну, в общем, в итоге, получается, подвели. Не очень хорошо получилось, потому что Саша на них надеялся. Ну, в итоге, извернувшись в последний момент, Александр справился с этой проблемой, но пресловутый муниципальный фильтр, он себя показал во всей красе, когда человек едет и собирается вот эти вот подписи в поддержку. Мы впервые это увидели на московских выборах, на столичных, так называемых, выборах. И вот Фроленков рассказывал, что, ну, это просто песня, когда ты приезжаешь, а человек тебе говорил, говорит, а я уже дал подпись, извини, вот я не могу. Он говорит, а за кого ты дал, хоть расскажи. Я не могу сказать, это вот, ну, это наши личные дела, да, смешно, бояться сказать за кого, чего. Вот, ну, там без камеры, если так, вот в куларах рассказывают, что да, нам сказали, вот за этих можно, за этих нужно, а за этих нельзя. Вот и в этом треугольнике этот бедный бьется, так называемый, избранник народный. Ну, а, соответственно, этот фильтр пройти не может ни один народный кандидат. На этих выборах, так называемых, губернаторских, когда стало ясно, что не пропускают народных кандидатов, там высветились фигуры, ну, значит, от справедросов, значит, заведующий организационно-методическим кабинетом ГУС, Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн, заслуженный врач РСФСР, Геннадий Ерошин, такой вот кандидат, его выдвинули эсеры, так называемые, вот, значит, он состоял в справедливой России, потом избирался, значит, заказать собрание Пензенской области, ну, и в результате, в общем, поработал со времен социализма на поприще вот этого депутатства не раз, вот, но этот Ерошин, чем он известен? Он в свое время сказал, что прежнему действующему губернатору нужно поставить золотой памятник при жизни, ну, вот, так, 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 вот, то есть Ерошин это человек, который умеет признавать заслуги тех, кто кормит, вот, и пояснил, что это якобы за возрождение из пепла культуры и конкретно драматического театра, ну, в общем, действительно, все выборы превратились в драматический театр. Ну, у нас в Кузбассе сейчас выборы происходят, выборы без выборов, так называемые, в отличие от некоторых регионов, где пытались пробиться народные депутаты, у нас на подходе их не было, была подобрана группа людей, которых обозначили кандидатами в губернаторы, вот, представляют они из себя, в общем-то, компрадорскую группу, так скажем, из разных партий. Ну, упорно витают слухи в самом Кузбассе, вот, я не знаю, но упорно витают слухи, что якобы Туреевская администрация выделила всем партиям, я имею в виду скремлевской оппозиции, по 15 миллионов долларов, вот, но в народе есть такое мнение, да, что вот ради того, чтобы не будоражили, значит, обстановку, не раскачивали обстановку, и выборы прошли в спокойной обстановке. Вот хочет, там, Аман Гумирович, так сказать, значит, у него такие вот болезненные желания, значит, набрать себе 100% народной любви, ну, в принципе, значит, электронное голосование отменили, якобы в целях экономии, значит, на предвыборной ситуации, хотя на самом деле, в общем-то, там экономия и не пахнет. Вот, значит, чем чреваты такие выборы? Ну, это как на кладбище, по сути, всем известны результаты выборов, никуда не уйдет Аман Гумирович. Ну, собственно, даже дело не в нем, а дело в том, что в области сложилась, в общем-то, криминальная банда, так скажем, которая находится именно в администрации Кемеровской области, которая называется угольной хунтой. Вот, она обслужит интересы угольных олигархов, все они в доле, это все знают прекрасно, все они участвуют в разорении Кузбасса, всех богатств, которые даны нам Богом. Вот, и в том числе идет подкуп избирателей, сейчас достаточно активно, поскольку выборы 13 сентября, значит, кому-то раздают там овец, да, овец, значит, может быть, смешно звучит, но в рапортах, значит, в рапортах губернатора, значит, о том, что у нас прирост населения, я вот подозреваю, что может быть, за счет овец каких-то, вот так вот. Значит, ну, то, что выборы явно будут подтасованы, значит, сфальсифицированы, нет никаких сомнений. Я хочу обратиться к Аман Гумировичу, да, вы 100% наберете, без всякого сомнения, нарисуете, так скажем, а вот, ну, будет результат, ну, в область, в общем-то, уже провальной обстановки банкрот, вот, в семерку, так скажем, самых отсталых регионов России. Когда вы пришли во власть, да, почти 20 лет назад, область процветала еще, вот, были остатки, так скажем, величия области, но вы все доконали, то есть вы превратили полностью область банкрот, область зоны экологического бедствия, область нищеты, значит, и если вы не уйдете, ну, я думаю, что народный суд не минует по вас, это просто у меня такое твердое убеждение, вот, ну и хотя бы ушли, все равно бы, так сказать, мы нашли бы способ, чтобы привлечь вас к суду, именно к суду, на суде вы должны ответить. И какой тут итог можно подвести под всеми этими губернаторскими выборами? Мы начинаем понимать, что губернаторы – это не люди, выбранные народом от конкретного региона, да, а губернаторы – это ставленники олигархических структур в конкретном регионе, которые выполняют задачи, поставленные олигархическими структурами, которые владеют не только регионами, которые владеют властью в Кремле, властью в других странах и так далее. То есть все игры, которые там разворачиваются перед нашими глазами, о войне Путина с Меркель или о войне Путина с Оландом или с Обамой, это такое представление. На самом деле это один и тот же лагерь, перед которым поставлена задача в ближайшее время разрушить Россию. Поэтому мы сегодня смотрим на регионы, не как на общую целостность России. У нас регионы сегодня конкурируют друг с другом, они не завязаны в единый народно-хозяйственный комплекс, они не представляют из себя национальной экономики, они каждый сам по себе в отдельности. Никто друг другу в регион как бы не лезет. Это вот задача Собянина, это задача Воробьева, тут ответственность уже, значит, кого-то другого. Сейчас вот они приглашают, значит, раздают земли там по одному или по 5 гектар, значит, на Дальнем Востоке, на Колыме и сравнивают себя еще с, значит, со Столыпиным, с Великим. Но вместе с, когда началось Столыпинское переселение, туда поехали на переселенческие земли агрономы, вертилинары, инженеры, инженеры, геологи, железнодорожники, врачи, значит, все специалисты поехали. А у нас сегодня разорили все эти земли, уничтожили социальную инфраструктуру. Там нет ни поликлиник, ни дорог, ни школ. Берите землю, значит, для того, чтобы ее обрабатывать, вам нужны валютные кредиты. Валютные кредиты даются под 30%. Значит, все, значит, в итоге, в итоге, к чему это приведет? Сейчас они раздадут землю, может быть, и нашим людям, российским, но в итоге они доведут ситуацию до того, что наши российские люди будут продавать ее китайцам, потому что эту землю обложат налогом. И потом скажут, вы же сами продали все это дело китайцам. То есть задача вот такая. И перед губернаторами стоит задача полностью развалить все хозяйство в регионах для того, чтобы все можно было сдать в аренду или продать. Потому что под инвестициями у нас понимается то, что можно купить. То есть приватизировать, это значит купить. Какие-то инвестиции привлечь, это значит что-то продать. Других инвестиций в Россию не может быть. Поэтому выборы это не наши. Сам процесс этот лживый. Ходить на выборы не имеет никакого смысла. А лучше всего бойкотировать или даже выступать против действующих кандидатур, которые собираются приходить и разваливать Россию на должности губернатора. В целом мы видим, что выборы будут фальшивыми. Кто станет губернатором, известно уже сейчас. Никакой предвыборной борьбы не будет. Это просто обман публики, обман зрителей, обман русских людей, которым рассказывают о том, что они якобы участвуют в формировании власти в Российской Федерации. Они не участвуют в этом. Даже если они приходят на избирательные участки, они никак, ни в коем случае не могут выразить свою волю. Потому что голосовать им предлагают за тех, кто не является выразителями их чаяния, никогда не будет следовать их интересам. При этом нет сомнения в том, что те, кто выдвинуты кандидатом в губернаторы, сами уже знают, каков исход выборов. Назначенные губернаторы будут объявлены теперь избранными. Хотя, конечно, никто их избирать не собирается и не будет избирать. И никакой конкурентной борьбы не будет. Никаких программ они не выдвигают, кроме тех, которые выполнять даже не собираются. Мы прекрасно видим, например, по Москве. Мэр Собянин, когда баллотировался на этот пост, конечно, эти выборы были фальшивые. Все фальсифицировано. И какие голоса там получил Собянин, одному богу известно. Но самое главное, что он выдвинул свою программу. Но кто хочет, может поинтересоваться эту программу. Он не выполняет и не собирается выполнять. То же самое можно сказать о губернаторах, обо всех ставленниках этого режима, в каком бы регионе эти фигуры не были бы выдвинуты сегодня на выборы. А завтра они станут губернаторами. Всем прекрасно известно, кто станет губернаторами. Те, кто выдвинут партию «Единая Россия». Ну, а партия «Единая Россия» — это оккупационная администрация или оккупационная группировка, которая просто оформляет некое подобие политического процесса на территории нашей страны. А реально это оккупанты. Реально это партия оккупантов. Как и все их приспешники в виде ЛДПР или в виде КПРФ или в виде «Справедливой России» и еще тучи всяких мелких партий, которые там выдвигают где-то на муниципальных выборах своих кандидатов. Но шансов у них очень мало. И даже если эти шансы каким-то случайным образом реализуются, то эти люди просто будут поглощены системой и станут такими же оккупантами, такими же предателями и полицаями, какими являются все ныне действующие депутаты всех уровней. Конечно, там есть какие-то исключения, об этом можно отдельно говорить, но как только это исключение становится известным, то исключают того, кто себя исключил из общего правила. Исключают из системы власти. Потому что эта власть не терпит ничего разумного и не терпит следования национальным интересам, прежде всего, русского народа и государственным интересам Российской Федерации. Власть полностью нам враждебна, мы, соответственно, к ней также должны относиться, а ее игры-выборы мы должны просто игнорировать. Если нам придется что-то выбирать, то давайте мы что-нибудь будем выбирать из своих и для себя. Но в их шашнях давайте не будем участвовать. Кто хочет соучаствовать в деятельности оккупантов на территории нашей страны, пусть идет на избирательные участки. А русскому человеку там делать нечего. Еще несколько новостей россыпью. Вот из новостей русского движения о запрете этнополитического объединения «Русские», к которому я отношусь достаточно критически. Но эта критичность относится прежде всего к руководству этой организации, которая не просто не смогла что-то там объединить и продвинуть в русском движении, но прямо действовала на раскол, разложение, взаимное обливание грязью, организации информационных компаний. И, в общем-то, это руководство соучаствовало в информационных компаниях против русского движения. В надежде, видимо, эти руководители надеялись, что им что-то обломится от вышестоящего начальства или от спецслужбы, с которыми они сотрудничали. Я не сомневаюсь, что там были какие-то эгоистические интересы. Вот результат, очередной запрет. Фактически уже деятельность организации приостановлена прокуратурой и дальнейшая ее судьба предрешена. Я нашел в интернете комментарий Петра Лунина о запрете этнополитического объединения русских, который хотел бы привести, чтобы все это выглядело не моим личным мнением, а неким мнением, распространенным среди русских национал-патриотов. Когда было объявлено о том, что в суд представлено заявление прокуратуры о запрете деятельности ДПНИ, напомню, что один из лидеров ДПНИ, Александр Белов, был также лидером этнополитического объединения русские, большая часть актива и лидеров моментально разбежалась. Произошло это задолго, не только до вступления решения в силу, но и до начала самого суда. Это говорит о многом. Как я уже писал неоднократно, имея твердое убеждение в том, о том, почему это самое запрещение состоялось. Разъяснительное мнение Белова кажется о том, что произошло это потому, что органы давно искали случай ДПНИ запретить и реализовали многоступенчатую схему. Для этого неубедительно совершенно, а для меня тоже совершенно неубедительно. Посудите сами. Заговор ФСБ, ЦП против ДПНИ. Пять лет по утверждению самого автора этой статьи. Той статьи точили зубы, дообламывались до поры до времени и, наконец, одолели. Это несерьезно. В Российской Федерации такие запреты выносятся без всяких сложных схем, одним звонком прокуратура и суд отрабатывают на автомате. Примером одним из являются Славянский Союз запрещен незадолго до ДПНИ. Там сослаться не на что. Запретили и все. Напомним, что лидером Славянского Союза был Дмитрий Демушкин, также один из лидеров этнополитического объединения «Русские». Запретили две организации. Возникла одна. Ее тоже запретили. Так вот, в случае ДПНИ запрет был внесен после того, как на официальном сайте сразу после манежки в период Тахрира появилась серия статей, уже буквально простыми словами разъяснялось, как надо организовывать, осуществлять уличную гириллию для свержения власти. Общие рекомендации впоследствии совпали с произошедшим в Киеве. То есть буквально было расписано, как и что делать, как прорывать цепь карателей, так было в тексте написано, и названия статей были соответствующие. Прочитав все это, я протер глаза, никуда не делась. Кто-то окончательно рехнулся, подумал я. Те, кто в теме, могут догадываться, кому принадлежит авторство. Думаю, вполне могут и догадаться. Ну вот, минус на время подготовки, минус новогодние праздники, и получите. Под нож, ввиду деятельности некоторых паранойков, была пущена работа тысяч людей. Ну действительно, лидер завлекает в деятельность организации тысячу людей, а потом вдруг сдает эту организацию в результате каких-то там статей, которые исходят от этого руководства, и это вычисляется элементарно спецслужбами. Глупость, а спецслужбы на глупость реагируют очень быстро и эффективно с их точки зрения. Примечательно то, что в некоторых внутренних кругах ДПНИ этот властный запрет вызвал нечто вроде удовлетворения, плохо скрываемого. Дескать, вот теперь Феникс возродится из пепла, очистится от баланса и покажет путинской рашке. Все мы знаем, какую организацию называли наследником ДПНИ и как она себя проявила. Многие отлично знают, по какому принципу она создавалась, как и кем назначались новые координаторы, по какому принципу. Главный принцип, думаю, был такой, чтобы не было соглашателей. Кстати, забавно, что честных людей, которые выбыли из той организации, лично или целыми организациями, главактив тут же называл соглашателями, а то и продавшимися путинскому режиму. Так вот, все повторяется, только на этот раз не сослешься над заговором ФСБ. Простая глупость, простая шизофрения, просто предательство и шулерство. Лично я удивляюсь только одному, почему так поздно инициировали. Хотя объяснить можно специально, поддержали подольше, чтобы народ полюбовался на то, как реализуется при случае несистемный национализм и какие лозунги он проводит в тяжелую для страны минуту. Действительно, дискредитация русского движения, может быть, это было главной целью, правда, о ней никто не говорил, но такое впечатление, что так и есть, что дискредитация русского движения небольшим количеством, там 5, 10, 15 человек, не больше, была их целью. Ну и остальные новости короткой строкой, скорее всего. Подмосковный абсурд. Власти Подмосковья обратили внимание на проблемы граждан, пострадавших от наглости и произвола строительных компаний, только после того, как было объявлено о митинге за отставку губернатора Андрея Воробьева. Как уверены гражданские активисты, подмосковные власти могут бояться только силы, силы протеста. В трех горячих точках Подмосковья активисты выступили организаторами митинга за отставку губернатора Подмосковья. Это Куркино, Березки, Немчиновка. Не зря, видимо, власти Московской области травятся на пиар. Такие большие деньги, от 40 до 60 миллиардов рублей, затрачены на то, чтобы губернатор Подмосковья выглядел не черным кобелем, а белым. Ну, скорее всего, кобелем он все равно останется, а черный он или белый, решит, наверное, будущая русская власть. Во Владимирской области перед судом предстанут судья и адвокат, собиравшие для нее от 450 до 700 тысяч рублей за смягчение приговора или освобождение из-под стражи. В сентябре 2010 года судья Хохлова согласилась на предложение адвокатов Мустафиной и Забалуевой за вознаграждение пересмотреть приговор суда в отношении местного жителя, признанного виновным в убийстве, статья 105 УК РФ, и осужденного к 13 годам лишения свободы. При этом судья знала, что на мужчину не распространяется в статье УК РФ об учете обстоятельств смягчающих наказания. В июле 2011 года судья Хохлова, уже пребывающий в отставке по договоренности с Мустафиной и Забалуевой, согласилась использовать свои связи с бывшими коллегами и способствовать решению вопроса о снижении срока наказания за убийство. За свою помощь Хохлова запросила 600 тысяч рублей, из которых небольшую часть планировала присвоить себе, оставшуюся передать в качестве взятки судье, который будет принимать решение о пересмотре приговора. Однако на этот раз денег судья не увидела, так как посредник Забалуева была задержана при получении 400 тысяч рублей от заинтересованного лица. Вот такие судьи у ныне действующего режима. Их мораль. 31 июля 2015 года на станции метро Чеховская в Москве на рельсы упала девушка. Неизвестный молодой человек немедленно спрыгнул за ней и помог забраться на платформу, после чего сел в поезд и уехал, не назвав своего имени. Позднее имя стало известным. Это Алексей Алешин. Большинство коммитаторов этого события предлагали руководству метрополитена объявить парню благодарность, но руководство московского метрополитена считает иначе. Как заявил пресс-секретарь московского метрополитена Андрей Кружалин, Алексей Алешин грубо нарушил правила пользования метрополитеном и должен быть оштрафован. Он сказал так. Мы можем выписать ему штраф в размере 30 тысяч. То, что он сделал, это жесткое нарушение правил. По словам пресс-секретаря, помогать упавшему человеку нельзя, а упавший должен спасаться сам. В случае падения девушка должна была встать, пройти до первого вагона и там подняться обратно на перрон. А если бы шел поезд, то упавшей девушке нужно было лечь в канал между рельсами. Вот такая у них мораль. Захват территории России начался. Китайские работники лесопилки в поселке Бличу Росиновского района Иркутской области, защищаясь от местных жителей, пришедших на разборки, давили их машиной, тяжелым японским лесогрузом и атаковали гарпунами, ломами, камнями. Столкновение сторон привело недавно установленное китайскими владельцами лесопилки и снижение в два раза закупочных цен на древесину. С 22 тысяч до 9 тысяч за машину. Противостояние было жестоким, всего в драке участвовало где-то человек 80. Разодоренные дракой сельчане окружили пилораму и подожгли забор, бросив в него бутылки с зажигательной смесью. Только после приезда на место драки всего личного состава районного отдела полиции побоище удалось остановить. На прошлой неделе в поселке прошел общий сход, на котором местные жители решили выселить китайцев со своей земли. Ну, у нас власти их заселили, значит, власти на Попятный не пойдут. Китайцы на берег Братского водохранилища пришли пять лет назад, взяли в аренду у поселковой администрации землю, такая вот администрация, и открыли две лесопилки. А русский человек может открыть лесопилку? Нет, потому что удобнее администраторам общаться с китайцами, китайцы же им роднее, и преступления совершать вместе заодно им проще. Мы сами пытались заняться бизнесом, не очень-то получилось, говорят местные жители. Где ссылковый возьмешь на дорогое оборудование и технику? А нам платят-то гроши, оккупанты, вот кто они. Сами не знаем, как оказались у них в рабах. Обидно как-то? Ладно бы хоть свои барыги, буряты или там русские. Эти все-таки относятся к нам с пониманием, как к людям. Свои же местные, а китайцы, как оккупанты, мы для них никто, и звать нас никак. Они ведут себя развязно, совершают недопустимые выходки в отношении молодых девушек, злоупотребляют спиртными напитками. Так откликаются пока еще достаточно мирно граждане. Я думаю, что когда они начнут откликаться всерьез, то ломов там будет недостаточно. УФМС России по Иркутской области провела проверку по факту драки и установила, что у всех работников пилорамы оформлено официальное разрешение на работу в России и действительно миграционный учет. Вот ведомство сообщило, что на предприятии в настоящее время трудятся 8 граждан Республики Узбекистан и 17 граждан КНР. Ждите китайцев в Москве. Будут здесь у нас и пилорамы, и банки, и все на свете. Если позволим этой власти распоряжаться нашей собственностью, нашей землей, нашей жизнью, так как сейчас позволяем. Если не хотим, чтобы это произошло, надо объединяться в русское национально-патриотическое движение и сметать эту власть. Окупанты живут за наш счет. Правительство Чечни заказало 5 золотых медалей 60 лет Ахмат Хаджи Кадырову за 1,8 миллионов рублей. Награда украшена бриллиантами, рубинами и изумрудами. И весит 60 грамм. Для сравнения, медаль «Золотая звезда», вручаемая Героем России, содержит 2,5 раза меньше золота и не имеет украшений. Если русские новости вас устраивают, давайте мы эти новости распространять вместе. Но не могу же я один тянуть на себе всю эту ответственность. Если бы смотрели русские новости, миллион человек, наверное, что-то изменилось. А пока смотрят 2,5 тысячи, смысла в этом никакого нет. Поэтому, если нам не удастся поднять посещаемость, то, наверное, мы закроем этот проект и начнем какой-нибудь другой. В надежде, что все-таки русские люди начнут откликаться более живо на те инициативы, которые выдвигают русские национал-патриоты, наша партия «Великая Россия», русская коалиция действий, русский национальный фронт. И главное, надо защищать своих, надо защищать своих, против которых целая армия чиновников и тех, кого случайно называют правоохранители, на самом деле они преступники, совершают репрессивные действия, ломают людям жизнь, ломают людям здоровье, сажают в тюрьмы, возбуждают уголовные дела, унижают гораздо больше, чем обычного человека, которому недостает всего самого необходимого, но он продолжает терпеть. Но здесь-то люди не терпят, они выступают за ваши интересы, а вы их просто бросаете. Поэтому, если вы не таковы, если вы не бросаете своих в беде, тогда вы должны прийти на митинг 24 числа, 18.00, метро 905 года, у входа вас будут ждать представители русских национально-патриотических организаций, выступающих против политических репрессий. Поддержите их, поддержите русские новости репостами, подписками, ссылками, использованием этого материала и так далее. Если вы этого не будете делать, то наша работа, деятельность русских организаций просто ни к чему. Тогда надо все проекты закрывать и предоставлять олигархам продолжать грабить нашу страну. Мы этого не хотим, мы будем продолжать действовать, но мы ждем, мы ждем все-таки помощи от обычных людей, которые должны стать настоящими гражданами, настоящими русскими людьми. А это возможно только в деятельности русских организаций. Редактор субтитров А.Семкин